делается на производство все-таки мицелия почему главное удаление на производство мицелии я вам сейчас такое объясню бизнес-план можно сказать в там в пяти фразах и за 30 секунд я вам сейчас объясню что происходит с мицелиями для производства мицелия мы берем зерно неважно зерно пшеницы скажем так грубо возьмем зерно пшеницы килограмм зерна пшеницы стоимостью я буду отговорить это неважно каких цифрах у вас вы потом посчитаете там по рублях например я вам я буду например говорить о своих денежных единиц например в гривнах этот процесс сохраняется независимо от того будем ли мы считать значит в китае в юанях в японии там генах или в америке в долларах или в россии в рублях или в украине в гривнах картинка выглядит следующим образом мы берем один килограмм пшеницы стоимостью приблизительно у нас она стоит где-то 3 гривны 3 гривны так внутри 50 ну давайте грубо 4 скажем так 4 гривны стоит килограмм пшеницы в процессе приготовления этой пшеницы то есть варки стерилизации она добирает еще жидкости и превращается приблизительно полтора килограмма ровно 50 процентов по весу она еще берет выше то есть у нас был килограмм превращается в полтора то есть сколько его будет стоимость она уменьшается естественно в полтора раза то есть из 4 гривен она где-то приблизительно уже 250 стоит теперь что в процессе приготовления мы ее сделали приготовили засеяли туда посевной материал то есть мицелий у нас на этой пшенице вырос мицелий когда он вырос на этой пшеницы и превратился посевной материал грибов он эта пшеница называется уже мицелий стоимость мицелия например в украине сейчас на данный момент приблизительно гривен 20 то есть из 2 гривен эта пшеница превращается в пассивной материал грибов который стоит 20 гривен то есть рентабельность производства пассивного материала мицелия приблизительно 1000% ну понятно у нас тут на Дальнем Востоке честно говоря у нас очень мало точек пока есть я знаю только единицы которые занимаются в Каванерово там один занимается в Шкотово очень-очень мало вы знаете сколько мне поступает звонков когда люди спрашивают где купить мицелий в России потому что Россия большая огромная скажем так и вот они спрашивают где купить я им сразу говорю что я например никогда налаживать отправку мицелия зернового в какую-то другую страну по меньшей мере глупо потому что рано или поздно это очень сложно наладить потом появляется местный производитель который производит и если у него цена будет просто ниже на себестоимость доставки то мой мицелий становится уже неконкурентоспособным поэтому я говорю я никогда даже в это не хочу вкладывать ни голову, ни руки, ничего ни минуту там жизни вот поэтому это бессмысленно но в то же время спрашивают где в России купить мицелий из Калининграда из из Самары где-то там из разных там из Волгограда где-то мне звонили там уже не помню я говорю где-то в Новосибирске покупают где-то там есть какая-то там секретная лаборатория ну не секретная но в смысле того что ну нету где купить вот так полноценно тем более что там ваш регион и в любых скажем так даже фееричных таких вот раскладах и ваших возможностях если бы вы знали потенциально сколько людям его нужно то вы все равно не сможете столько произвести потому что вот этот способ который я сделал например посадки на пеньках посадка вот этого мицелия на пеньки так он работает понимаете работает потому что люди уже покупают те люди которые видели у других ну ёлки-палки так просто взяли сделали у них грибы на пеньках растут и уже соседи там знакомые все остальные они начинают я вот так тоже опробовал в этом году ну в принципе да неплохой результат самое главное что он без сбоя вообще работает да и самое смешное что я делал вот этот посев вот как сказать от лени я там вроде такое объяснил у меня был испорченный мицели который жалко было выбросить а получается изобрел целую технологию так оно часто парадоксально бывает и в мире и в жизни и получилась целая технология а оказывается эта технология работает проще всего она работает лучше чем сверление засыпание там и все остальное потому что огромное количество этого мицелия оно инокулирует его клеткой клетка пошла себе жить своей жизнью а больше все ей ничего не нужно она знает что делать сама не мешайте только не поливайте не окутывайте не носите в подвал я здесь буду знаю как мне жить вот и вот такая история и просто в сезон когда у вас там получается становится тепло можно делать посевы то можно высаживать мицелий сам я вот из опыта знаю мицелий сам не замерзает вот если его у меня было даже из грибного помещения блоки выбрасывали на улицу зимой было минус 25 они просто в стекло замерзают как камни знаете это самое и потом наступает весна вывозим их там где-то в сад там ну дача там такой где я их выращиваю там в уличных они все размораживаются становится тепло грибы растут как положено то есть сам фактор замораживания на них не влияет у меня несколько раз было тоже помещение где холодильники стоят тоже там по-моему была такая минусовая температура что просто агаровые среды даже замерзали ничего отмораживал потом пересевал все растут то есть замораживание мицелий не влияет это можно сказать стопроцентно и однозначно то есть он от этого не гибнет понятненько